Мы отправим тебя назад в будущее! Почему путешествия во времени это весело? Погнали. Всем любопытно, что было в прошлом, всем любопытно, что ждёт в будущем. Персонаж из будущего возвращается изменить прошлое. Выходит, мы смотрим уже снятый фильм? Я вернусь. История о путешествиях во времени дарит надежду, что мы откроем для себя новые хронологии, новые миры и возможности человека. Воображение позволяет преодолевать время. Чего мы добиваемся, рассказывая о путешествиях во времени? Я стараюсь достучаться до людских сердец. Сейчас мне столько же лет, сколько было тебе, когда ты улетел. Самое время вернуться. Если мы научимся путешествовать во времени, оно не будет нас ограничивать. Каждое мгновение прошлого определяет нашу личность. И возможность пережить эти моменты, взглянуть на них под иным углом и человечно, и духовно, и всем близка. Исполнительные продюсеры Ты обращался ко всем сторонам научной фантастики, инопланетянам, чудовищам, космосу, всему, и ты был исполнительным продюсером «Назад в будущее». Да. Ты веришь в путешествия во времени? Я как-то спросил это у Стивена Хокинга. Кто еще может таким похвастать? Я тогда работал с Эролом Моррисом, встретился со Стивеном Хокингом, когда работал над документальным фильмом по его книге. Краткая история времени. Да, я задал Стивену Хокингу тот же самый вопрос, потому что тогда только вышло «Назад в будущее». Он ответил, что попасть в будущее возможно, а вернуться в прошлое нельзя. Мы сейчас путешествуем во времени, минута за минутой. То есть он намекал на то, что события «Назад в будущее» нереалистичны. Точно. Это невозможно. «Назад в будущее», 1985 год. Машина времени, с помощью которой отправляешься в одну точку во времени и возвращаешься в другую, почти наверняка невозможна. Но создатели фильмов не обязаны подчиняться законам физики. Возможно, путешествия во времени или нет, тут встает вопрос о доброй воле. Именно его мы задаем себе, фантазируя о путешествиях во времени. Поразительно, сколько вариантов развития событий здесь можно придумать. Летом 1980 года я нашел школьный альбом отца, и тогда меня, как говорится, озарило. Что будет, если вы сможете пойти в старшую школу с отцом? Если ваша мать учится в той же школе? Мы знакомы? Да. Я твоя судьба. Кому не хотелось незаметно подглядеть за первым свиданием родителей? В фильме «Назад в будущее» паренек по имени Марти Макфлай случайно попадает в прошлое. И из-за него не встречаются и не влюбляются друг в друга его родители. Перед Марти встают две задачи. Вернуться в 1985 год и наладить романтические отношения между отцом и матерью. Все мечтают о путешествии во времени. А «Назад в будущее» с этим парнишкой, безумным ученым, и Делориан открывает уйму возможностей. Это же просто... Боже мой! О путешествиях во времени писали и раньше. Взять, например, рождественскую песню Чарльза Диккенса. С Крудж отправляется в прошлое, настоящее и будущее благодаря видениям. В книге Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» главный герой попадает в средневековую Англию после удара по голове. В это мы никогда не верили. Нам не хватало научных оснований. Нужна была машина времени или нечто подобное. Нужен был ученый, который изобретет ее у себя в гараже. Это, конечно, доктор Эммет Браун. Док! Молчи! Я обожаю Дока и то, как он лихорадочно старается изобрести все, что только приходит ему в голову. Путешествие во времени – главное его мечта. Когда скорость разовьется до 142 километров в час, ты и глазам своим не поверишь. Меня восхищает его невероятный энтузиазм. Это потрясающе. Камера. Мотор. Фильмы вроде «Назад в будущее» показывают, как можно играть с научными парадоксами. С этой точки во времени, где-то в прошлом, время пошло по иному пути. И появился другой, 1985-й. Эти слова Дока очень важны. Они не только объясняют зрителю события фильма, но и дарят ему этот монолог. Надо сделать это, потому что то, а если выйдет так, получится вот это. Марти, ни в коем случае не показывай себе прошлому. Последствия могут быть кошмарными. Прошу прощения, сэр. Он до чертиков боится допустить ошибку и разрушить Вселенную. С этим встречаются все авторы истории о путешествиях во времени. Если вы попадаете в прошлое, и из-за какой-то мелочи по вашей вине бабушка не беременеет от дедушки, то вы перестаете существовать. Да. Но если вас больше нет, то кто вернулся в прошлое на машине времени и допустил ту роковую ошибку? Что же происходит? Это называют парадоксом дедушки. Помнишь, по моей теории, ты помешал своим родителям встретиться? А если они не встретятся, то и не поженятся, и не заведут детей. Назад в будущее четко объясняет все правила, и публика понимает, что будет, если изменить прошлое. Как будет выглядеть альтернативное развитие событий? Есть и жуткие вопросы. Как быть, если мама влюбляется в тебя, когда вы оба подростки? Больше всего мне запомнилась фотография Марти из 80-х. Он носит ее с собой в 50-х и проверяет, не стерся ли он с фотографии. И Рай Стюарт из реальности. Она сама парадокс. Почему его брат и сестра на фотографии, если родители Марти не познакомились? И разве не пропала бы сама фотография? Но об этом никто не думает, поскольку в фильме установлено правило. Когда Марти сотрется с фотографией, он перестанет существовать. Здесь прекрасно показано стирание самого себя из реальности. Каждый фильм о путешествии во времени выбирает тот метод, который обещает самую интересную историю. Назад в будущее удивительно хорошо нагнетает атмосферу. Путешествия во времени открывает массу возможностей. Можно изменить историю, изменить настоящее. Изменить многие странности нашей реальности. Возможности бесконечны. Почему наши умы, наши воображения будоражат путешествия во времени, и их так много в научной фантастики? Потому что это невозможно. Здорово же смотреть фильмы, представлять себя в похожей ситуации. Я бы с радостью отправился в путешествия во времени. Да. Вернуться назад во времени, отказаться играть в Геркулесе в Нью-Йорке. Меня зовут Геркулес. Геркулес, Меркулес, деньги гони! Это невероятно. Об этом ты мечтаешь? В первую очередь. Не встретить Иисуса, не убить Гитлера, а вернуться и отказаться от фильма. Тебе так за него стыдно? Убить Гитлера или побывать в Древнем Риме тоже было бы неплохо. Путешествия во времени – это круто. Да, но вот в чем вопрос. Если вы способны перемещаться во времени, есть ли у нас свободный выбор? Да. Терминатор задает тот же вопрос. Это фильм о свободе воли. Если житель будущего вернется в прошлое, чтобы изменить ход событий, кто тогда мы? Лишь пешки времени? Я не сомневаюсь, что ты найдешь ответ. Терминатор заставляет нас задуматься, можно ли изменить прошлое и будущее. Мы видим, как будущее возвращается уничтожить прошлое. Терминатор прибывает убить Сару Коннор, за ним возвращается и Кайл Рис, который становится отцом Джона Коннора и создает лидера для всего человечества. Машину времени создали для того, чтобы отправить Терминатора и Майкла Бина в роли солдата в прошлое. Этого персонажа Джон Коннор отправил в прошлое, чтобы тот защитил его мать от Терминатора. Начинается погоня, и зритель спрашивает себя, кто спасет Сару Коннор или ее убьют. Научная фантастика позволяет задуматься, можно ли изменить судьбу. Я ничего не сделала. Нет, но сделаешь. Правда ли, что мы неизбежно движемся по единой линии событий? К концу фильма понимаешь, что попытка предотвратить конкретное событие послужила для него толчком. Во втором фильме открывается иная возможность, и о ней говорит Сара Коннор. Вероятно, мы не скованы судьбой, и наше будущее не предопределено. Сара ударяет по столу ножом и говорит, нет судьбы, кроме той, которую мы творим сами. Ей говорили, что она способна изменить будущее. Неужели это иллюзия? Может, мы с вами уже сняты в фильме, и его пленка лежит в коробке? Может быть. И перематывать его можно сколько угодно, концовка от этого не изменится. Я считаю, что мы сами себе хозяева и способны менять ход событий. Твой сын передал мне для тебя послание. Будущее неопределено. Ты должна выжить, иначе не будет меня. Будущее не предопределено. Это моя фраза из фильма. Будущее неопределено. Его можно изменить. Рассказать о твоем отце? Если не отправишь в прошлое Кайло, ты, вероятно, не родишься. Фильм рассказывает, что историю можно изменить. От Терминатора можно спастись. Но главное в путешествии во времени не история и не само путешествие, а ответственность за любое развитие событий в вашей жизни. Мысль о том, что ошибку можно исправить, ход событий можно изменить, не ново. Как в научной фантастике, так и в фильмах вообще. Петля времени не о попытке изменить мир, а о попытке изменить свой мир, свою жизнь. Главный герой фильма, конечно, наемный убийца. Его играют Джозеф Гордон Левитт и Брюс Уиллис. Работа петлевиком непостоянная, она лишает тебя будущего. Ты знаешь, что однажды тебе придется встретить и застрелить себя из будущего. Это его последняя задача – убить самого себя. Все петлевики на это соглашаются. И ты обязан это сделать, иначе не замкнется петля. Старшая личность, персонаж Брюса Уиллиса, знает все. А младшая впервые узнает о происходящем. Разумеется, у него возникают вопросы. Ты знаешь, что будет дальше? Я не хочу обсуждать путешествия во времени. Иначе мы весь день будем тут торчать и делать схемы из соломинок. Разговоры о путешествиях во времени доводят до безумия. А возможность обсудить их с собой из прошлого кажется еще более безумной. Шевелись, черт возьми! Путешествие во времени позволяет задуматься над человеческой натурой, об отношениях и их причинах. Ну, отойди. Тогда я это увидел. Петля времени и история о том, что жестокость влечет за собой жестокость. Вы создаете только больше проблем и более серьезных. Я увидел, что путь – это замкнутый круг. Это история попытки изменить свою судьбу и о том, что на нее влияют те, у кого больше власти. Как выбраться из этого кошмарного замкнутого круга? Фильм показывает нам иной выход из замкнутого круга. Я его изменил. Это экзистенциальная дилемма. В этом плане путешествия во времени философичны. Джо получает власть над своей жизнью, обрывая ее. Почему нас очаровывают путешествия во времени? Знаете, меня часто спрашивают, чем меня привлекает время. Я отвечаю, потому что я в нем живу. Точно. Мы все живем в нем, как в клетке. Мы цепляемся за каждое мгновение, все фотографируем. Да. Мы отчаянно держимся за эту реальность, а она ускользает. Верно. Путешествия во времени ставят вопрос, а что, если бы это было возможно? И мы могли бы сохранить конкретный момент и всегда могли бы к нему вернуться. Это главный вопрос научной фантастики. А что если? Да. Что если бы мы могли путешествовать сквозь пространство или во времени? «Интерстеллар» 2014 год «Интерстеллар» хорош тем, что создатели фильма воспользовались поворотами сюжета для создания классической семейной истории, которая вызывает сильные чувства. «Интерстеллар» повествует о цене, которую человек платит за путешествие во времени. Это личная драма, печальная история отца, оторванного от своего ребенка. «Интерстеллар» Останься! Нет, я вернусь. Когда? Как он поступит, спасет человечество или останется с дочерью? Возможно, когда я вернусь, мы с тобой будем одного возраста, но уже мерз. Ты не знаешь, когда вернёшься? «Интерстеллар» показывает нам будущее, в котором мир переживает масштабную глобальную катастрофу. Нельсон сжигает все свои посевы. Мор? Говорят, это последний урожай окры на свете. Я играю тестя Купера. Мэттью МакКонахи играет Купера, бывшего астронавта, который по ходу сюжета отправляется в открытый космос. Мы должны переселиться на другую планету, иначе не выживем. «Интерстеллар» — нестандартный фильм о путешествии во времени. В нём нет изобретения машины времени. Там играет роль тот факт, как время течёт в космосе. Оно ускоряется и замедляется в зависимости от червоточин и силы притяжения. Есть много разных взглядов на путешествия во времени. «Интерстеллар» — фильм не о путешествии во времени, но с похожим элементом. В конце появляются складки во времени. Да. И ты ответственно к этому подошёл. Да. Консультировался с лучшими учёными. Это был самый потрясающий этап работы. Кип Торн — выпускник... Калтеха. Да-да. Один из величайших физиков. Он мне сказал, что если разобраться в законах физики и астрофизики, они становятся прекрасной основой для интересных и реалистичных историй об относительности. Да, растяжение времени. Именно. Есть два пути во времени. Один, скорее всего, нам закрыт. Это путь назад. Второй не только открыт перед нами, но уже и существует в нашем мире. Это растяжение времени в будущее. В науке есть такая вещь, как парадокс близнецов. Грубо говоря, если мой близнец сядет на космический корабль и отправится в полёт со скоростью света, то к тому времени, как он вернётся на Землю, мой близнец будет моложе меня. Это тоже путешествие во времени. И именно оно представлено в фильме «Интерстеллар». Быстрее! Один час здесь равен семи на Земле. Не будем терять время. «Интерстеллар» показывает, как путешествие во времени выглядело бы на самом деле. На планете с приливами время идёт иначе. Они возвращаются на корабль и видят, что парень, который их там ждал, постарел. Много лет вас ждал. Сколько? 23 года, 4 месяца и 8 дней. «Интерстеллар» предполагает, что за путешествие во времени надо заплатить определённую цену. Возможность учёного путешествовать сквозь пространство и время дарит шанс на спасение человечеству. Но необходимость отправиться в полёт и разлучиться с дочерью показывает, как велика эта цена. «Привет, папа!» «Привет, Мёрф!» «Ну ты сволочь!» В фильме есть моменты, когда Мэтью удаётся увидеть дочь на видео. Сердце кровью обливается. «Помню, ты сказал, что к твоему возвращению мы можем оказаться ровесниками. Сейчас мне столько жалеть, сколько было тебе, когда ты улетел. Самое время вернуться». Некоторые говорят, что не успели они оглянуться, как их младенец вырос и пошёл в колледж. По сути, фильм о том же. «Герой посвятил себя важной задаче и пожертвовал временем, которое мог бы провести с дочерью». С этой точки зрения фильм очень поэтичный. «Интерстеллар» говорит о человеческой жертве за путешествие во времени. «Детонатор» тоже, но немного иначе. Два обычных инженера случайно изобретают способ путешествовать во времени. Ну что, это нормально? Не знаю. Некоторые считают, что это самый достоверный и запутанный фильм о путешествиях во времени. Бюджет у него мизерный. А знаете, кто режиссёр? Шейн Кэрротт. Он же в нём играет. Отлично играет. Ух ты. Каково это? Может, мне только кажется. Эб и Аарон усердно изучают этот феномен. Странную аномалию, с которой они столкнулись. В итоге они понимают, что создали пространство, через которое можно путешествовать во времени. Они строят более крупный аппарат, в который может поместиться человек. Тогда они используют свою машину в повседневных, типичных для человека целях. Один из них играет на бирже. В конце концов, это рассорило друзей. Просто скажи, какой машиной ты воспользовался? Ты же построил только одну для себя. А ты думал? Они подозревают друг друга, обманывают, потому что путешествия во времени влияют на их сознание. И они начинают сходить с ума. Детонатор выдвигает идею о том, что путешествия во времени дорогого стоят как для сознания, так и для тела. Что с твоей рукой? У тебя кровь? У персонажей начинает идти кровь из ушей. Они разучиваются писать. Правой рукой пишут совсем как левой. И мы начинаем понимать, что они расплачиваются за путешествия во времени. Путешествия во времени – это как история о Фаусте, сделка с дьяволом. У всего есть своя цена. Вы продаете душу дьяволу и получаете все, о чем желали, а затем за это расплачиваетесь. По полной. Всем любопытно, что было в прошлом. Всем любопытно, что ждет в будущем. Сколько раз мы задавали друг другу этот вопрос. Куда бы ты отправился, если бы мог вернуться в прошлое? Когда впервые появилась идея о путешествиях во времени? Мне кажется, в Древней Греции они были. Разве у Шекспира этого нет? Конечно, нет. Это свежая идея. До Герберта Уэллса ее не существовало. Уэллс придумал машину времени. Идея того, что можно построить машину и путешествовать во времени, так же, как на кораблях в космосе, оказалась невероятно притягательной. До Герберта Уэллса никто не ставил рядом слова «время» и «путешествие» в английском языке. Он назвал своего персонажа «путешественником во времени». Сразу наступила темнота, как будто потушили лампу, но следующее же мгновение вновь стало светло. Я неясно различал лабораторию, которая становилась все более... И более туманной. Вдруг наступила грядущая черная ночь, затем снова день, снова ночь, и так далее все быстрее и быстрее. Мой дед Герберт Уэллс написал этот роман в 1895 году. Это первое издание «Машины времени». Поначалу он писал обо всем, что обещало хорошо продаваться. Его великие научно-фантастические работы появились лишь после того, как он много лет проработал журналистом. То была эпоха революционных научных открытий. Дарвин изучал историю человечества в рамках миллионов, миллиардов лет. Археологи занимались тем же самым. Никогда прежде человечество не смотрело на время так широко. Говоря о времени, господа, я подразумеваю четвертое измерение. В «Машине времени» Уэллс и герой с легкостью отправляются в будущее. А вернуться в прошлое, оказывается, не так уж легко. Здесь начинаются самые разные беды из-за причинно-следственных связей. Такой подход называют «эффектом бабочки». Любая мелочь, незначительное изменение, может повлечь за собой самые непредсказуемые события. Он появился в рассказе Рея Брэдбери «Игрянул гром». «Игрянул гром», 2005 год. История такая, что вы можете путешествовать назад во времени, но там ходите по антигравитационной тропе, а подстреливать можно только тех динозавров, которые и так умрут с минуты на минуту. И все это, чтобы не изменить будущее. Один заносчивый охотник сошел с тропы и случайно раздавил бабочку. Когда он вернулся в будущее, его мир оказался антиутопичным и практически неузнаваемым. Брэдбери создал метафору с глубоким смыслом, которая определила наше представление о путешествиях во времени. Так значит, если в прошлом погибнет бабочка, будущее может измениться. Когда авторы истории о путешествиях во времени задумываются о логике вещей, они увязают в парадоксах. Роберт Хайнлайн первым заметил привлекательность и специфичность этих парадоксов и их потенциал для историй о путешествиях во времени. Для него это была не трясина, а полезный ресурс. Он написал рассказ «Все вы зомби», который, к слову, никак не связан с зомби. Это один из самых запутанных и восхитительных научно-фантастических рассказов о временном парадоксе. И он лег в основу фильма «Патруль времени». Я расправлюсь. Я изменю свое прошлое. Да. Вам никогда не хотелось изменить ваше? Я никогда не отклоняюсь от миссии. «Патруль времени» – это история о путешественнице во времени, которой приходится сменить пол. И она становится мужчиной. Этот мужчина путешествует назад во времени, влюбляется в себя женского пола, и у них рождается ребенок. Творение одного и того же человека. Это история о трансгендере, путешествии во времени, инцесте и любви. Журнал «Плейбой» отказался печатать рассказ, потому что описания секса показались редактору тошнотворными. Редактору «Плейбоя». Это рассказ о том, как секс с самим собой порождает тебя же, и было бы странно, если бы «Плейбой» согласился его опубликовать. Это же был 1959 год. Вопрос в стар, как мир. Что появилось раньше, курица или яйцо? Мы выбрали петуха. Некоторые вещи предопределены, верно? Я сделал тебя таким, какой ты есть, а ты меня – это же парадокс. Ну и его можно исказить. Почти весь 20 век снимались все новые фильмы о путешествии во времени. Почему? Нам интересно изучить возможное будущее и те решения, которые можно принять в настоящем. Каким было бы будущее или, скажем, прошлое, если бы мы вступили с ними в контакт? Это важный подход к исследованию возможного будущего. Будущее сейчас. В научно-фантастических фильмах главные герои, как правило, гениальные ученые, астрофизики, биологи, но не в невероятных приключениях Билла и Теда. Не может быть! Может, Тед! Билл и Тед интересен тем, что он отличается от других фильмов. Что они так с нами, авторами всех этих фильмов? Почему мы представляем только кошмарное будущее? Обычные парни тоже могут быть героями, чувак. Готов, Тед? Готов, Билл. Отправляемся в прошлое. Мы с Алексом Уинтером стали Биллом и Тедом. Биллом Престоном Эсквайером и Тедом Теодором Логаном. Невероятно! Билл и Тед – придурки. Учителя грозят выгнать их из школы, если они завалят экзамен по истории. Та дама из машины сказала, что Марко Поло жил в 1275 году. Я так и знал, что есть не только водное поло. Если они завалят экзамен, отец Теда отправит его в военную школу, а разлучившись, ребята не смогут создать группу и спасти мир. К ним приходит человек из будущего и протягивает руку помощи. Вы знаете, когда монголы правили Китаем? Можем спросить их. Билл и Тед, разумеется, все воспринимают легко. Чуваки, вы отправитесь в прошлое! Да! Они такие современные дурачки с неисчерпаемым оптимизмом. Был один забавный момент, когда мы с Крисом Мэтсоном работали над сценарием. Мы не участвовали в кастинге и не знали, кто будет играть Билла и Теда. Мы полетели в Аризону на съемки, там зашли в Макдональдс и встали в очередь. Перед нами стояли двое ребят и дурачились. Тогда мы подумали, вот они! Им надо отдать роли Билла и Теда. А на следующий день встретились с Киану и Алексом и узнали в них тех самых ребят из Макдональдса. Круто! Джордж Карлин предоставляет нам телефонную будку, машину времени, и мы отправляемся путешествовать сквозь время и пространство, чтобы собрать персонажей разных эпох. Ведь что может быть лучше доклада с участием самих исторических личностей? Нам нравится играть с разными парадоксами. Моя любимая часть Билла и Теда – это когда исторические личности попадают в тюрьму и не могут выбраться. Как нам добыть ключи твоего бати? Можно украсть. Отличная мысль. После доклада мы вернемся на два дня назад, украдем ключи и оставим их здесь. Видишь? О, да! Главное не забыть украсть их после доклада, иначе они здесь не появятся. Тед передает сообщение будущему себе через себя настоящего, чтобы точно знать, где он, будущий, спрячет ключи, ведь будущий Тед знает все то, что известно прошлому. Но Тед из прошлого не знает, что сделает он будущий, однако знает себя. Пойдем, Тед, надо спасти исторических личностей. Фильм прекрасно описывает абсурдность временного парадокса. Просто напоминайте себе в прошлом то, что нужно сделать, и это будет сделано в будущем, мол, можно ни о чем не волноваться. Даже поразительно, какая-то редкость великой истории научно-фантастических фильмов. Удивительно приятно, когда «Путешествия во времени» показывают, как веселые приключения. Быть не может! Тему «Путешествий во времени» развивали не только создатели этого фильма. Но эта комедия первой популяризировала идею «Временной петли». Рита, я переживаю один и тот же день, снова и снова. День сурка. Этот день. День сурка использует временную петлю, чтобы обдумать вопрос, как работать над собой, чтобы развиваться и углублять отношения с людьми. Я обдумывал разные идеи и написал на карточке «Машина времени». Тогда я еще не знал, что будет в фильме и как будут развиваться события. Фил? Фил! Фил Коннорс! Я так и думал, что это ты. Привет. Я решил установить правило. Он будет помнить все, а другие нет. Для них это обычный день. А для него – цепочка однообразных, повторяющих друг друга дней. Зритель знает, чего ожидать, где ждать появления какого-то персонажа, и старается угадать, как выбраться из временной петли раньше главного героя. Наш мозг – настоящая машина времени. Мы прокручиваем в голове разные версии нас самих, воспоминания, грезы, разные пути и возможности изменить свое будущее. У вас есть дежавю, миссис Ланкастер? Вряд ли, но я могу спросить на кухне. То же самое воплощается в фильмах о путешествиях во времени. Это модель сознания, которая свободно плывет сквозь время, а затем вновь оказывается запертым в настоящем. В первой половине Дня сурка Билл Мюррей знает обо всем, что его ждет, и использует это ради своей выгоды. Он ведет себя как подросток и развлекается. И постепенно становится социопатом. Его перестают волновать другие люди. Они превращаются в декорации. В результате он впадает в депрессию и решается на самоубийство. Но это оказывается невозможно. Это Том. Он работал в шахте, а потом она закрылась. Тогда он впервые начинает обращать внимание на окружающих. Понимает, что у них есть своя жизнь, что он член общества. И это позволяет ему по-новому взглянуть на себя и открывает перед ним новый мир. Привет, дедушка. Давайте отвезем вас к теплу. Временная петля – это возможность взглянуть на жизнь по-новому. И у фильмов прекрасно получается это показывать, особенно научно-фантастических, где мы мгновенно попадаем в иное место и время. Может, нам всем не помешало бы пройти через то же самое, но не хотелось бы застрять так надолго, как он. Любые изменения хороши. Меня зовут Доктор Кто. Вы шутите? Мне нравится. Вы пока этого не знаете, но вскоре будете готовы доверить мне свою жизнь. Доктор Кто – очень британский, немного эксцентричный, удивительный сериал, который идет более 50 лет. Главный герой – обворожительный и загадочный «Властитель времени». Мы путешественники во времени. Мы движемся осторожно. Это инопланетянин, который пребывает защитить нас от всей Вселенной. Он путешествует во времени, меняя события в прошлом и будущем. Мы не вооружены. Вы же не нападете на невооруженных мирных жителей. Ид нам не впервой. Чаглз, давай! Я обожаю Доктора Кто. За эти полвека его успели сыграть 12 актеров. Каждый привносил в образ что-то свое. Я посмотрел все серии, начиная с «Неземного дитя» 1963 года и заканчивая сериями с Питером Капальди. Ты на темной стороне! Ты враг Доликов! Все верно. Уничтожить! Я вырос на этом сериале. Я жил в съемном доме в Глазго в Шотландии, и эти дрожащие синие картинки переносили меня к другим планетам, населенным причудливыми существами, с необычным, интересным дизайном. Думаешь, ты первый посягаешь на мою жизнь? В сериале всегда было что-то от малобюджетного фильма, и мне это нравилось. Здесь все злые. Злым почти ничто не бывает. Но многие испытывают голод, а он может оказаться проявлением зла, тем, что считается блюдом. Думаешь, сэндвич с беконом тебя любит? Особенно в «Докторе Кто» привлекателен английский юмор, который показывает будущее с шуточной стороны. Да, он властитель времени, он путешествует во времени, но с самыми абсурдными способами. Время и параллельные измерения в космосе. Иначе Тардис. Машина времени доктора Тардис – одна из лучших на свете. Она играет с физикой, необходимой для перемещения в пространстве и времени, потому что внутри она намного больше, чем снаружи. Будка может перемещаться и перенести нас куда угодно. У него всегда есть спутник. Обычный человек, который сопровождает доктора в его путешествиях. Где мы? В конце пути. На последней планете. Похоже, что люди ему дороги. Он выбирает обычного человека и показывает ему все времена и пространство, расширяет его взгляды на жизнь. Он доктор. А что делают врачи? Лечат болезни больных людей. Зачем вам разрушение? Используйте свой разум для добра. Лишь одна раса должна выжить. Это бездумные, жестокие убийства. Первый актер, несравненный Уэлем Хартнелл, заболел и больше не мог сниматься. У создателей возникла отличная мысль, якобы доктор способен регенерировать. Именно благодаря этому сериал продержался так долго. Каждые 3-4 года менялся ведущий актер. Нигде такого нет. Это поднимает ряд философских вопросов, над которыми стоит задуматься, и обогащает сюжет. Меня часто спрашивают, что в этом сериале привлекает столь широкую аудиторию. Мне хотелось бы ответить, но мне не советуют, потому что это вредно для репутации шоу. Это сериал о смерти. Смерть проходит через него мощным лейтмотивом. Главный герой то и дело погибает. Доктор! Не надо. Довольно. Это одна из самых поразительных загадок сериала. В жизни ведь происходит то же самое. Мы теряем наших близких, но продолжаем жить дальше. Во многом история о путешествиях во времени и еще и истории о бегстве от смерти. Ведь убивает нас время. Время – главный злодей. Путешествия во времени находят отклик в нашей душе, поскольку этот фатализм нас обнадеживает. Ошибок невозможно избежать. Знаю, что поразительно, кстати. Недавно объяснял это своим детям. Телескоп – это же тоже своего рода способ заглянуть в прошлое. Это машина времени. Не только в космос. Вы смотрите в него, и чем меньше звезда, тем более далекое прошлое вы видите. В теории можно разрабатывать более мощные телескопы и заглядывать дальше в прошлое. Да. Идея поразительная. То есть в теории Солнце могло потухнуть семь с половиной минут назад, но мы этого не знаем из-за задержки во времени. Да, будем надеяться, что это не так. Но сама идея того, что мы видим прошлое в космосе, что, глядя в любую точку в этой комнате, мы заглядываем в прошлое, остаётся. Пожалуй, возможности истории о путешествиях во времени бесконечно. Спасибо за разговор, Крис. Спасибо за приглашение. Столько интересных тем. Хорошо. Тогда мы тоже в доле. Договорились. Есть. Есть. Ну всё, я домой. Субтитры сделал DimaTorzok.